видео битва не на равных обзор рынка джипи ю напечатай мне вазу ученые заправили 3d принтер стеклом меньше функционала больше устройств apple собирается улучшить свои умные часы здравствуйте в эфире телеканала 24 kz новый выпуск проекта про нет неизменно увлекательно о гаджетах технологиях и концептах сегодня начнем с возможной видео монополии два игрока сражаются не на равных каждый раз при выборе видеокарты приходится иметь дело с двумя платформами нет конечно производители множество как и параметров карт но в конечном итоге gpu будет работать с использованием технологий или nvidia или amd и у последней кстати дела идут все хуже исследовательская компания mercury research опубликовала результаты статистического анализа рынка графических процессоров картина получилась такая что в пору говорить о монополии 82 процента это доля nvidia а мди довольствуется лишь 12 на графике наглядно отображена динамика этого роста и падения еще во втором квартале 2014 года мди занимала чуть более трети рынка что не выглядело еще так удручающим на данный же момент стоит говорить о почти полной гегемонии nvidia в сфере продаж графических процессоров прежде печатать на 3d принтерах можно было только с использованием разного рода пластиков или цементов но продукты синтеза углеводородов или смесь оксидов и глиноземов не универсальным иногда ведь нужно напечатать что-то очень твердое или очень прозрачное ученые из массачусетского технологического университета совместно с исследовательской организации mediated matter group нашли способ использовать в трехмерной печати стекло технологии придумали название g3 dp при печати стеклом материал расплавляется в специальной камере до температуры выше 1037 градусов по цельсию затем слои накладываются друг на друга ученые говорят что точность позиционирования весьма неплохо 0,44 миллиметра но пока продемонстрированные результаты этой стеклянной 3d печати это всего лишь нечто похожее на вазы в стиле арт-деко ученые кстати и собираются выставить свои изделия в музее дизайна и еще к слову способ создания посуды с помощью последовательного наложения длинных колбасок из глины один из первых что был освоен нашими предками в глубокой древности все в этом мире в самом деле развивается циклически если устройству apple не хватает функциональности купертинцы просто сделают еще одно и убедят клиентов что его необходимо купить такая идея кажется и ляжет в основу создания нового гаджета компании ранее пытливые умы обнаружили в apple watch скрытый диагностический разъем и вот появились слухи о том для чего он предназначен предположительно с помощью этого разъема смарт-вотч от apple будут сопрягаться с фитнес-браслетом вообще apple watch по сути является фитнес трекером в том числе но явно не самым лучшим не хватает многих привычных для пользователей датчиков вот ими и дополнит это дорогое устройство вероятно такая хардверная добавка к apple watch будет крепиться с задней их страны в ней спрячут датчик кислорода в крови датчик чистоты дыхания арту реального давления и датчик температуры тела вопрос почему яблочасы сразу не сделали достаточно умными чтобы претендовать на звание полноценных смарт-вотч неужели лишь чтобы затем заработать на продажах фанатам марки еще одного устройства кстати узнать насколько удобен интерфейс watch ос от apple могут теперь и владельцы умных часов на платформе android wear причем не придется покупать сами яблочные часы и вообще тратить много денег специально для желающих попробовать интерфейс разработана утилита bubble cloud она повторяет внешний вид и некоторый функционал apple watch в комплекте к оболочке идут виджет и циферблат экран полностью интерактивен и настраиваем программы бесплатно есть и премиум версия за нее придется заплатить но тогда можно будет использовать больше виджетов и один из пузырьков назначить для набора любимого номера на сегодня все уже завтра смотрите новый выпуск проекта про нет подписывайтесь на наши страницы в фейсбук и twitter и получайте срочную информацию онлайн до свидания а